Альбина, я его отключала, у меня просто тут ребёнок. Венера. Меня зовут Гузель. Меня зовут Гузель из Анбаева. Я из Башкирии. Я мама троих детей, мне 42 года. Спасибо, Альбина. Попробовать решила такой фон. Ну что, подождём ещё минутку. Да, мне тоже очень приятно. На прошлой неделе я не смогла вебинар свой проводить, у меня голоса не было. Поэтому на этой неделе получше, но всё равно скрипучий голос. Прошу прощения. До этого мне говорили... Больше надо. Я уже звук включила, не шумните. Ещё чуть-чуть ждём. Спасибо, Альбина. Обязательно выздоровлю. Просто на работе очень холодно, нет отопления. Поэтому я заболела, по-моему. Затяжное что-то. Так, работаю я в колледже. Пока сижу в библиотеке, потому что я недавно с декрета вышла, а там уже часов нет. Ну, в преподавательских, поэтому в библиотеке... Ну, я пользуюсь случаем. В библиотеке делов мало. Я работаю в интернете. Вот. Спасибо, Зарина. Здравствуйте, Лиле. Так, ну что, сколько у нас участников? Уже 26. Хорошо. Преподаватель инженерной графики. Я черчу чертежи на компьютере, и поэтому меня взяли преподавать инженерную графику, чтобы я детей, студентов, учила на компьютере чертить. А компьютеры мне не дали. Как я их должна учить? На компьютере чертить без компьютеров? Вот такая дилемма. А еще у нас зарплата с 12-го года не поднималась. Поэтому вся надежда на интернет, на Аргос. Добрый вечер, Аниса. Привет, привет. Ну что, начнем. У нас такая, так скажем, животрепещущая тема. Сегодня я решилась на эту тему. Я, по-моему, уже... Да, тут на вебинаре можно организовать такой фон. По-моему, я когда-то в Арифлейме еще пыталась эту тему раз поднимать. Но я тогда еще ничего в этом не понимала, можно так сказать. Я думала, если я проведу вебинар, я разберусь. Ну, может быть, какой-то процент у меня понятий увеличился. Но сейчас вот уже совсем другие понятия. Уже сколько я в сетевом? Лет восемь, наверное. Ой, если не десять. Нет. С 2008 года я в сетевом. Начинала я с Амвея. Я сделала на семинары в Екатеринбург. Да. Четырнадцать лет. А я думала, восемь. Да, тебя звала в Амвей. Мужа возила на семинары. Но он сказал... Он там спал все три дня. И сказал, и что ты меня сюда притащила, и что ты все деньги потратила? Он не мог понять. Но тогда я... Знаете, с чего началось вот это Амвей, что мне дал? Это что мечты реальные. Можно мечтать. Нужно мечтать. И нужно правильно мечтать. Точно. Конкретно мечтать нужно. Вот что я вынесла из Амвея. Ну, я благодарна хотя бы за это. Амвей хоть какой-то плюс был. Я поверила, что мечты могут исполняться. И так далее. И была в Арифлейме, и в Эйбене, и... Так. В продуктовых компаниях больше я не была. Я была в биткоинах. Ну, короче, пришла теперь в Аргос. Да, получила какой-то опыт. Ну, я бы не сказала, что все было легко. Ладно. Главное, я тогда удивлялась и слушала спикеров на этих семинарах. И они говорили, нужно быть позитивным. Я вот это не могла понять. Как позитивным каждую секунду быть? Как соблюдать позитив каждую минуту? А в плохой ситуации? Как соблюдать позитив? Как найти плюс? Добрый вечер, Гульмира. Тындык, привет. Вот. И со временем я получила ответ на свой вопрос. Я бы не сказала, что очень быстро. Но, видимо, настолько у меня мышление такое было. Как скажем, закостенелое, что ли. Когда в детстве нам говорили, мечтать не вредно. Мечты все равно остаются мечтами, да. Такие всякие установки, они мешали нам широко мыслить. Я слушала, как они говорили, нужно развивать свою голову, нужно убирать тараканов. Но это были для меня лишь слова. Я как иностранный язык слушала. В начале вот так у меня было. Ну, теперь давайте я немножко расскажу о теме метода рекрутирования. Это такая тема. Это суть нашей работы. Самая изюминка, да. В чем же заключается? Какой там секрет есть? Почему у одних получается, у других нет? Нет, я скажу, что методы, они методы. А получается, это зависит, вот у каждого вот здесь вот что-то, что лежит. Какие-то там преграды, шпалы, какие-то там барьеры, замки. Все это надо убирать постепенно. Все это надо переживать, прожевывать. Да, мечты надо писать. Вы правы. И если у вас есть какая-то мечта, вот мне сегодня спросили, что ты хочешь себе, для чего тебе нужны деньги? Вот просто взять элементарно. Я говорю, ну, у меня там что-то трава много растет, надо косилку мне купить. Хорошо. А почем косилка стоит? Сколько? Я говорю, не знаю. А как это ты не написала, не замечтала, не сконцентрировалась, я почему-то не выбрала марку, модель, какая она должна быть там. Разные же бывают. Бывает, на весу надо держать, бывает, ездят, толкаешь только. Ну, короче, надо все это детально. И я думаю, ну, я же знаю, а почему опять я жду, когда мне кто-то подскажет. Ну, так получается. Да-да-да. Мечты надо писать. И цели. Все это нужно детально прописывать. И потом уже брать вот эти методы рекрутирования. Следующее. Я сегодня вам расскажу про методы рекрутирования. Их очень много. Но все я не буду освещать. Я их сгруппировала. И вот про группу немножко я расскажу. Потом я вам расскажу пошаговый план действий, который я вам даю, предлагаю. Предлагаю всем людям, которые, ну, конечно, он, я не скажу, что для новичков, для людей в возрасте это будет сложно. Но для 40 и менее это будет идеально. Потом я расскажу, что такое автоворонка, как ею пользоваться и для чего она нам нужна. И в конце у нас будет, как всегда, розыгрыш. Так, что там писали? Ага, молодцы, вы все знаете. Умнички. Методы, вообще, методов очень-очень много. И нужно выбрать тот, что вам по душе более. Здесь самое большое деление, это как онлайн, оффлайн, да? Есть такие методы, как в интернете можно использовать и на земле. Также есть у нас теплые и холодные контакты. То есть холодные, это которых мы не знаем, которые нас не знают. И теплые, это те, которые нас знают. У них есть какое-то представление о нас и положительное представление. Поэтому, когда у нас появляются холодные контакты, я сразу говорю, нужно их утеплять. Утеплять при помощи того, вот вещать себя, свою позицию, свои цели, свои ценности. Все это нужно показывать в своих постах, в интернете, в ютубе. Везде нужно это транслировать. Прямо транслировать свою позицию жизненную, свои ценности, вообще свою жизнь, себя транслировать. И люди будут вас видеть и будут вас, как сказать, притягиваться к вам. Потому что они тоже найдутся похожие на вас. У них тоже будут такие же какие-то проблемы, как у вас. Или какие-то привычки, как у вас. И будут они к вам идти. Дальше. Есть также бесплатные и платные методы. Мы тоже это все рассматривать будем потепенно. Можно использовать социальные сети. Это я скажу однозначно. Сейчас у нас нужно обязательно использовать социальные сети. Хотя бы одну какую-нибудь. Ее вести грамотно, четко. Каждый день заниматься этим. Так, доски объявлений можно использовать. Ну, авито, хх.ру и другие всякие. Яндексы. Сервисы кадровые. Ну, вот это тоже вот бывает же, где работу люди ищут. Группы ВКонтакте. Также и сайты Юла там и все такое. Мессенджеры. Это вот WhatsApp мы используем для того, чтобы коммуницировать с людьми. Телеграм. Очень удобный стал Телеграм сейчас. Там можно видеосообщение отправить. Можно созвон сделать. Можно создать канал свой, где вы будете транслировать свои позиции, свои ценности, свою работу. И себя транслировать. Тоже можно на канале Телеграме. Добрый вечер, Татьяна. Вот. Чат-боты. Это можно научиться делать, либо заказать у специалистов, которые уже умеют это делать. Ну, я на стороне того, чтобы заказывать. Всему не научишься. На все это нужно время. А у нас, как бы, говорится, время-деньги. Если у вас сейчас нету пока денег на то, чтобы заказать 10 тысяч, например, на то, чтобы чат-бот заказать пока, обойтитесь без него. Потому что он вам даст столько людей, сколько вы не сможете даже обрабатывать. Вам нужно сначала... Ну, это я для новичков говорю, конечно. Нужно сначала научиться работать с теми людьми, которые у вас есть. Которые у вас, как сказать, в бесплатном доступе есть. Дальше можно также e-mail рассылки заказывать. И таргетированную рекламу тоже заказывать. Это тоже все платно. Не сказать, что дешево, но это все можно окупить, если вы уже научитесь на автомате рекрутировать. То есть утеплять. У вас будет раскрученная страничка в соцсетях и так далее. Дальше. У кого все это раскручено, все можете это использовать. Они, наверное, и так уже знают и используют. Теплый рынок. Это что такое? Это люди, которых мы знаем, которые нас знают. И мы этим людям начинаем предлагать. Когда мы приходим в Аргос, кто новички, сразу делаем список знакомых людей. Конечно, это старый метод, но он действует и работает. Также он запускает наш мозг на работу. Самое первое – это список людей. Не нужно думать за людей. Когда сделаешь список, не нужно принимать решения за людей, потому что вы не тот человек. Даже если вы его знаете, вы все равно не можете жить его жизнью. Если бы вы его жизнью жили, может быть, вы так же и жили бы, как этот человек. Понимаете? И поэтому не нужно ни за кого принимать решения. Нужно всех-всех-всех знакомых написать в этот список. Даже если вы со всеми не будете работать, все равно их вносите в список. Хотя бы 30% из этого списка вы проработаете вместе со спонсором. Ну, это для начала. А потом уже будете знать, куда, чего и как. Холодный рынок. У него есть какой плюс? Что это очень большое количество людей. У нас 7 миллиардов людей. Это все холодный рынок. На иностранных языках тоже. Но можно этих людей утеплять. Ну, я уже вам говорила. Утеплять. Это нужно вам транслировать во всех способах, доступных вам. Ваши ценности. Свою либидо, даже так скажем, нужно транслировать. Если я буду какие-то слова сегодня использовать, непонятные вам, спрашивайте, не стесняйтесь. О, у тебя, видишь, какая мысль? Скорость мысли, Альбин. Ну, наверное, не просто так создала проект. Такой. Классный. Написал человек в список, и он сам звонит уже. Молодец. Вот, над скоростью мысли тоже нужно работать. Нужно, чтобы скорость мысли материализовалась, чтобы мысль быстрее. Нужна скорость. Очень хорошая скорость мысли. А что влияет на это? Как ты думаешь, Альбин? Чистота помыслов обязательно влияет. Также нужно соблюдать меру во всем. В еде, в развлечениях, спать вовремя. Все это, да, позитивный настрой. Все влияет на скорость мысли. Так, наши основные методы, которые я как бы применяю сама. И не только я. Многие люди применяют. Самое первое, что мы делаем. Мы не кидаемся в омут головой. Людей очень много, и они настолько разные, что я даже не представляю. Даже в ней, наверное, на земле нет столько, сколько людей разных. Извините. Так. Всю, вот, если взять новичка, да, спросишь у него, кто твоя целевая аудитория? Он скажет, все, кому нужны деньги. Ну да, по идее так. Но это же не совсем так. Ведь это, если так браться, то это будет очень трудно работать. Вы будете, получается, ловить сачком в океане рыбу. Это же невозможно. Поэтому нужно нам разбить на сегменты целевую аудиторию. Сначала по общим признакам разбиваем. Пол, возраст, уровень дохода, социальный статус и так далее. Это можно более углубленно изучить на отдельном вебинаре. Я думаю, что целевая аудитория достойна отдельного вебинара, потому что это очень хорошая тема, и очень досконально ее можно изучать. Потом мы составляем аватары целевой аудитории. Вот у меня это легко происходит, потому что я легко могу представить любого человека. То есть это нужна фантазия. Но не чисто там фантазия, а фантастику целую выдумывать, а придумывать реального человека, у которого есть какие-то характеристики у него, есть какие-то привычки, он куда-то ходит постоянно, с кем-то общается, сколько времени он проводит в телефоне, какие-то сериалы он смотрит или вяжет, или танцевать любит. Ну, короче, вот разные-разные аватары. Когда он ходит в магазин, какие продукты питания покупает, сколько зарплата, когда спит, с кем общается. Все-все-все вот это очень досконально нужно прописывать аватары. Одной страницы на один аватар, я бы сказала, это мало. Нужно писать две-три страницы, описывать человека. Можно даже взять какого-нибудь конкретного человека и его описать. Ну, это тоже можно. Вот, если у вас кто-то... Вот мне задавали вопросы, а откуда брать аватары, описать откуда? У людей некоторых не хватает фантазии придумать этого. Поэтому можно взять знакомых из разных сегментов целевой аудитории, там, мужчину, женщину в возрасте, молодую там, среднего возраста, мамочку в декрете, студента. Вот, и всех их попросить написать, пройти тестирование. То есть, какой-то там вопросов 20 хотя бы создать тест для них, чтобы понять представление, какой-то человек, да? И на основе этого тестирования уже создать аватары свои. Это, конечно, работа трудоемкая, но она того стоит. На это нужно уделить время и не один день, скорее всего. Хотя бы неделю на то, чтобы определить свою целевую аудиторию, вам нужно уделить это время. Так. Эту тему можно изучать и изучать. Отдельный вебинар делать. Так, дальше. Выбрать удобный вам метод рекрутирования. Это оффлайн-встречи, онлайн-встречи. Я рекомендую проводить и так, и так, и оффлайн, и онлайн. Оффлайн вы проводите в ближайшем окружении вашем. Назначаете встречи в кафешке после работы или пригласите к себе домой. Или сходите к человеку в гости проведать, как узнать, как дела с каким-нибудь небольшим там кустанесом. Кустанес – это гостиничек, да? И рассказать о том, что у вас есть новый способ, такой классный аргос. Можно там заработать деньги. Вот у нас есть пример даже Бахет Бакиева за 3 месяца или за 4 месяца заработала дом. Также можно работать. Также вам нужно развивать себя и онлайн тоже. Для ваших знакомых, которые есть в интернете, но которые живут в другом городе, вы можете им написать «Привет, как дела?» Как там? Ну, начать, конечно. Не сразу там «давай встретимся», а просто сначала узнать, как дела, есть ли у человека время и вообще чем занимается. Может, он болен или еще что-то. пожелать здоровья там и между делом узнать там, как у тебя с финансами нормально, но мне хотелось бы подработать. У меня есть такой классный вариант. И пригласить, назначить встречу. Не прямо в этот же момент рассказывать про аргос, а в отдельный день специально назначить дату, время, записать это, не забыть в это расписание и провести онлайн-встречу через WhatsApp. Можно видеосвязь сделать через Telegram или через Zoom. Можно через компьютер, можно через телефон. Но я думаю, что самое удобное – это телефон. Он везде у нас под рукой, потому что... Вот. И таким образом надо начинать уже работать, проводить встречи. Но прежде чем встречу провести, вам же надо знать, что рассказывать. Так ведь? Так. Это... Сейчас я вам расскажу онлайн-средства для рекрутинга. А свои инструменты цифрового диджитал маркетинга, это такие словечки уже использую, чтобы вас как бы немножко уже прогревать свою аудиторию к словечкам из интернета. Диджитал – это означает цифровой маркетинг. Цифровой именно. Слово цифровой означает диджитал. И... Он очень мощный, очень классный вот этот цифровый маркетинг. Я сама прошла обучение на интернет-маркетолога и поняла, насколько обширно это интернет. Это вообще... Это не передать словами. И на вебинаре даже не рассказать. Сколько существует способов работы в интернете. Это просто море. Это намного больше, чем просто оффлайн-встречи провести. Или даже конференцию собрать. Ну да, это круто конференцию собрать, но мне кажется, здесь немножко головой поработаешь, немножко там настроишь что-то и уже автоматизированный идет рекрутинг. Вот что классно. Так. Социальные сети. Здесь важно, чтобы ваш аккаунт был оформлен красиво, вкусно. Потому что это играет важную роль. Когда человек заходит по ссылке на ваш аккаунт, он увидит, если это профессионально оформленное, то уже совсем другое мнение о человеке. Если это непрофессионально, там какой-то непонятно что, какие-то репосты, розыгрыши, ой, это кошмар. Удаляйте все репосты, делайте только свои посты. Если вам нравится пост, вы его скопируйте и сделайте от себя. Так. Сейчас любой бизнес продвигается в интернете. да, из-за этой пандемии очень сильно пошло развитие в интернете. И можно делать рекламу и в Google, и в Яндексе, и везде-везде. И сайты можно заказывать. Сайты можно дешевый заказ, можно дорогие. Дорогие, конечно, они более качественные. и также эти сайты нужно еще и, как бы сказать, обрабатывать SEO-специалистами, чтобы они были на первой строчке в поисковике. Не только за счет рекламы, а за счет, как бы сказать, за счет той работы, которую сделали SEO-специалисты. Ключевые слова все вбили туда, то за счет слова потеряла. Ладно, если потом вспомню, скажу. Вот. Ну, когда к вам человек в социальную сеть заглядывает, у него уже формируется какое-то мнение. Ага, это хороший специалист. Ему можно довериться. Вот. Аватар. Обязательно должно быть не кошечка, не собачка, а ваше лицо в костюмчике, в деловом. Красивой улыбкой. Губы накрасить. Вот. Так что у вас должны быть качественные фотографии, видео выложены там. И также оформить нужно в единый стиль посты и сторисы. То есть не надо там аляпис-то один красный, синий, другой, там большой, маленький. Короче, нужно делать все в одном стиле. Выбрать какие-то свои фирменные цвета и в этих цветах оформлять. Можно фотографии обрабатывать. Это все можно делать. Вот. В Инстаграме было удобно, да, фотографии обрабатывать. Сейчас называют нельзя грамм. А для обработки фотографий есть сервисы. Я, например, пользуюсь, сейчас скажу, PixArt, InShot и InStories я также пользуюсь. PixArt, да, PixArt, правильно сказала. Canva тоже очень удобно. Canva. Можно Canva только пользоваться для начала. Но мне, как всегда, все надо посложнее, я вечно лезу, куда не надо. Все себе усложняю. Да, я уже не первый раз слышу. Вот. Также предлагаю вам создать свой сайт. Можно научиться делать его на Таплинке. Вот в Ютубе есть бесплатное обучение, как сделать себе Таплинк. Рекомендую вам посмотреть, изучить и сделать сайт свой. Хотя бы там контакты выложить, можно также фотографию там выложить и немножко описание о себе. Уже когда человек будет заходить, уже будет видеть, ага, профессионально, профессионально, красиво, четко, уже как-то вот уже человек вставит вас выше себя чуть-чуть, понимаете? А это уже как бы уже у него уши открываются к вам. Пошли, не дают большую вот такую большую. Я не понимаю, я занята, прости меня, пожалуйста. Иди, копайки, ладно? Здесь так же можно заказать. А еще в топлинке есть платные эти тарифы. Там можно уже больше, больше функционал. Можно купить и сделать более как бы одностраничник уже целый, полнозначный, который будет рекрутировать тоже. Когда человек попадает, читает информацию и заинтересовывается и может даже нажать кнопочку оставить свои контакты вам, потом вы сможете с ним связаться, утепляться, предложить ему подключиться на канал, телеграм-канал, допустим, чтобы он уже мог наблюдать за вами. Также в соцсети добавить его в группу свою и так далее. Также можно сделать сайты на Тиль, кто-то уже может умеет это делать, кто-то еще не умеет. Можно помочь друг другу, партнеры. я так думаю, покупать сразу сайт на Тильде, я думаю, что не стоит, потому что вам нужно сначала как бы сказать, как машина завестись на полном ходу, когда уже будете ехать, тогда уже можно вот эти сервисы подключать. Тильда, там, сайты за платную сумму какую-то 10 тысяч, 23, 50, тогда вот может быть уже вам будет это оправдываться все. Вот. Также есть рекламные площадки. Я пользуюсь вот этими площадками. Авито, Алот я пользовалась, но что-то там после того, как доллар поднимался, что-то Алот сильно цены затирает. Раньше было 50 рублей, сейчас 300. одну рекламу выложится. Там просто нужно знать какие-то нюансы. В Авито, например, на картинке нельзя текст написать. Нужно просто картинку выложить, и рядом уже пишешь там работа, зарплаты столько-то примерно, да, ну, сколько вы думаете, сколько вы предлагаете, как вы думаете. Можно разные несколько объявлений сделать, на 10 тысяч, на 20, на 50, на 100. И это же все зависит от целевой аудитории. Какая ваша целевая аудитория? Они хотят зарабатывать 10 тысяч или 100 тысяч. И вы такие делаете эти картинки, тизеры называются. Вот, на Алоте вы прямо на картинке пишете, допустим, занятость 2-3 часа в день и получаете оплату на карту сразу. Все. Уже человек интересуется, пишет вам ватсап. На авито будут писать на авито сообщения, потому что там скрыт ваш номер и какие-то действия нужно сделать, чтобы вам ваш номер показали соискателям. Они не всегда нажимают даже кнопочку нажать, это уже надо уговаривать людей. Вот. Также можно вконтакте делать рекламку, в яндексе очень много разных реклам. Нам как сделать свою историю с пенсионером? Ну, я думаю, что вам надо, вот как Фарида учит, вам нужно ютуб-канал продвигать, видео снимать. На видео у вас будут люди, такие же ваши сверстники, ровесники. Они будут вас слушать с открытым ртом. Видео, 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 да. Также и сторисы, если у вас есть проблемы в том, чтобы сторис оформлять. Сейчас уже, кстати, не рекомендуют там обрабатывать как-то, делать красоту какую-то, супер глянец наводить. Никаких даже масок не рекомендуют. Сейчас все рекомендуют реал. Реальное фото, реальное видео. Просто себя сняли и сразу выложили. Приветствую, я получила выплату. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пошла, куплю, что хотела. Это все работает. Вот я следующий как раз видеоконтент. Очень мощный инструмент для привлечения внимания людей. Нужно его использовать на канале YouTube. Нужно друг другу YouTube продвигать, лайкать, комментировать обязательно. Просмотры это все влияет на ваше продвижение. Тик-ток. Даже в тик-токе вот моя Лилия Апай снялась, она ой, как же это называется? Танцевала она. Какой-то молодой танцор снял танец, а она ему там есть такая кнопочка есть, помощники пришли ко мне. Вот. Ну, подскажите мне, кнопочка, дуэт, дуэль, дуэт или дуэль? Да, ей тоже 61 лет. И она не дуэль или дуэт? Дуэт, Дуэт делаешь, и там одновременно показывается этот парень картинка, и на другой картинке она танцевала. Он даже там сам ее посмотрел, лайк поставил, еще тиктоке, снял себя и говорит, о, классно, молодец. Вот. У него очень много просмотров на этом видео получилось, да, дуэт. так. Ну, сейчас тикток у нас запрещен, да, но я думаю, что это ненадолго. У нас появится тоже такое что-то похожее. Можно и вконтакте выложить видео. также я рекомендую, рекомендую и рекомендую прямые эфиры. Осваивайте, не стесняйтесь, не бойтесь. Пусть даже у вас один человек будет сначала смотреть, но если вы будете их регулярно проводить, у вас все больше и больше будет слушателей. на какие темы прямые эфиры можно проводить? Я думаю, что актуальная тема это как зарабатывать в Аргосе, да, потом закрывайте вы более своих целевой аудитории. Как за 2-3 часа в день успевать там что-то, как распланировать свой день, чтобы все успеть, как переключить свой мозг на работу дома. Сидя дома, не думать о доме, не думать вот об этих спиногрызых, так скажем, а думать только о своем вебинаре, о своем прямом эфире и рассказывать как мы зарабатываем денежки. Так, мессенджеры, ну я уже говорила и заново повторяются, что телеграме можно каналы создавать и в ватсапе также и в них транслировать себя, свою позицию, свои ценности, чат-боты, рассылки по своей базе людей. То есть у вас пока вы будете работать, вы создаете базу тоже. С кем вы поработали, даже если вам отказ давали, вы должны завносить эту свою базу и потом делать им рассылки. Так, я здесь более конкретно хотела социальные сети вот про контент-план. поскольку я сам с образованием не могу эту тему обойти мимо. Принеси мне попить, пожалуйста. Вот. Нужно составлять контент-план с учетом запроса вашей целевой аудитории. То есть что им интересно, что они хотят слышать, что они хотят видеть, о чем как сказать, что их будет вовлекать, завлекать на ваш аккаунт. И исходя из этого запланировать на две недели хотя бы посты, ну через день, через два дня выкладывать посты. Можно два раза в неделю выкладывать и выкладывать в них продающие посты. продающие в нашем смысле это мы продаем аргос, мы продаем свой бизнес, мы продаем себя, рекламируем себя, рекламируем аргос, это и будет продающий. В конце продающего поста или в середине чуть-чуть там, чуть-чуть как после обеда, да? После середины. письме, дай, пожалуйста. Спасибо. нужно писать call to action, это называется призыв к действию, то есть нажми на кнопку, ответь на вопрос или оставь свой номер телефона, ну, что-то такое. Можно призвать заполнить анкету, пару слов там, как зовут, где живешь там и какой номер телефона. Вам главное собирать контактные данные людей. И также вы запланируете в этом плане полезные посты, лайфхаки какие-нибудь, информационные посты, ну, как бы информационные дают информацию о том, что такое Аргос, что такая Альбина, какая ваша команда, насколько она мощная, какие у вас там бывают, чем ваша команда отличается от других. Мы еще с командой двигаемся, что в Аргосе хорошо завоевало доверие партнеров, все реально и прозрачно в Аргосе во всех программах. Вот это все нужно транслировать и транслировать, потому что кто-то увидит, кто-то утром, кто-то вечером, кто-то ночью даже увидит, понимаете? Поэтому надо без конца транслировать. Вы думаете, вы сказали один раз, люди будут думать, что вы повторяетесь. Нет, так не думайте. Вы скажите, меня кто-то утром посмотрел, кто-то вечером, кто-то ночью, кто-то через час, кто-то через два. Поэтому не бойтесь повторяться. Все равно вы точно так же не будете копировать, как робот, сам себя. Вы все равно уже какую-то новую сторону покажете. Так, и развлекательные посты. люди любят развлечения. Тикток почему преобладает люди смотрят? Потому что там хи-хи-ха-ха. Смешно, там весело. Вот это тоже нужно у себя выкладывать. Что-то смешное, какой-то там анекдот или картинку, или видео какое-нибудь смешное. Или смешную ситуацию из жизни вашей, которая сегодня произошла или давно произошла. какие-то развлечения такие. Можно даже там делать квесты какие-то, розыгрыши, конкурсы и игры. Чтобы люди в сторисах или в постах искали следующий пост, предыдущий пост смотрели, там какие-то игры такие делать. Чтобы люди читали и двигались по вашему аккаунту и искали ответы на вопросы. Ну, что-то такое нужно придумывать, и люди будут вам продвигать вашу страницу, ставить лайки и просмотр делать. Ну, вот это я уже говорила, call to action, призыв к действию, да? Обязательно его не забываем. Каждый день выкладывать сторисы 7-10 штук. Можно не обязательно там поставить свое лицо транслировать, говорящую голову, но она тоже нужна, чтобы люди вас увидели, как вы сегодня выглядите, а так можно и фотографии какие-нибудь, или скрины с кабинета. Каждый день ко мне капают доллары. Сегодня вот столько долларов. А, мы сегодня еще не делали сторис, сколько мне же долларов упало, давайте посмотрим и так далее. Если вы боитесь начать, как делать, боитесь, что не получится, ничего не бойтесь, делайте и все, потому что там все легко, можно сказать, все интуитивно. сейчас все программы делают интуитивно понятными, и поэтому вы делайте, нажимайте, но не получится, в следующий раз получится. Постепенно так вы наберетесь опытом, и научитесь, и все лучше и лучше будете делать. Я видео обрабатываю в программе InShot. Видео, когда делаю, если какой-то момент надо обрезать, или соединить два разных видео, или убрать там звуки, и поставить мелодию, вот все это можно сделать в InShot. Также можно текст добавлять там. Вот, поскольку вот в сторисах рекомендуется также то, что вы говорите в сторисе, нужно еще и текстом продублировать. Не все слушают звук, некоторые же отключают звук, смотрят в сторисе и читают текст, который там как титры. Оформить свой YouTube канал. Тоже на конве есть даже эти форматы, как оформить YouTube канал, как оформить ВКонтакте, Одноклассники и все такое. Там вот эту шапку высокую, сверху, которую оформить можно, можно какие-то кнопочки добавить, которые будут отправлять людей на ваш таплинк, на ваш ВКонтакте, где будут ваши контактные данные. Также вы должны туда заливать как, например, вводить денежки в Аргос, как выводить, ну вот даже нюансы всякие. Можно даже вебинар, который вам понравился, который вы хотите поделиться с другими людьми, можно его скачать с канала Аргоса и себе залить. И все. Люди идут на людей. Поэтому вам нужно себя в интернете проявлять со всех сторон. Не нужно ничего прятать. Люди не любят, когда какую-то часть прячут, это уже не хотят смотреть. Нужно со всех сторон себя показывать. Не стесняться. Так. База контактов. Я уже говорила вам, да, немножко, что нужно вводить свою базу, вести свою базу со всеми людьми, с кем вы поработали. Каждый день нужно вносить туда эти записи. Потому что если вы их не будете сразу вносить, они будут теряться. И нужно использовать правила семи касаний. Если человек отказался, через некоторое время вы опять ему что-то предлагаете. Ну не так навязчиво там прям, а как-то привет, как дела? Посмотри, может, тебе заинтересует. Вот у нас сегодня акция там или еще что-то. А у нас новинка, у нас новый маркетинг появился, а у нас акция появилась, новорожденным детям 100 долларов дарит. Ну и вот как-то так семь касаний, когда вы сделаете, и человек вам будет все время делать отказ, тогда уже можно будет забыть об этом человеке, или даже удалить его номер. и через пару лет уже будет все по-другому. Может, даже номер телефона поменяется. Так, теперь уже более как бы подробно о том, как вы проводите встречу. Вы будете назначать людям встречу, чтобы ее грамотно и красиво провести, что нужно сделать. тут я написала рассказать о бизнесе лучше на видео встречи, заранее пригласите, можно его проводить в зуме, в отцапе, в телеграме. Так, 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 так. А, здесь я, наверное, больше говорить должна. Ну, вот, презентацию нужно сесть самому, можно со спонсором и на 15 минут сделать свою презентацию бизнеса, то есть, что вы видите, что вам важно в этом бизнесе, что в этом проекте вас привлекло, то есть, уникальность или оффер, вот это он должен быть обязательно. Ключевой момент обязательно должен быть в этой презентации, что вас именно, от чего у вас глаза горят, то и должны вы это в эту презентацию вложить. Потом вы должны со спонсором провести репетицию с этой презентации и подкорректировать уже на ходу или после репетиции проанализировать, как все получается, сколько времени уходит и на 15 минут скорректированную презентацию уже выходить на встречу с людьми. также нужно знать, что есть такое явление, называется дублицирование. Это нам не подвластно, это все делает подсознание, подсознание наших людей, нас самих. Это мы не можем контролировать или как-то регулировать, управлять этим мы не можем. Но зато мы можем использовать его для своей выгоды, дублицирования. И поэтому мы говорим своим партнерам повторяй за мной и учи своих партнеров делать так же. Люди не будут делать то, чего ты им скажешь. Например, делай то, делай это. Люди этого делать не будут. Люди будут делать то, что вы делаете. они будут просто за вами повторять. Им нужно очень интересно, что же вы делаете там целый день. Тоже я буду делать. Поэтому говорю, транслируйте себя, свои действия в интернете побольше, по максимуму, чтобы даже ваши партнеры видели, чем вы занимаетесь. И они будут то же самое делать. И рекрутируйте, не останавливайся. это тоже они дублируют. И если вы остановитесь, ваши партнеры остановятся, и ваша структура встанет. А когда останавливаешься, заново начинать тоже сложно. Поэтому лучше не останавливаться и превратить это в образ жизни. на легке, на лайте рекрутирую каждый день. Это мой образ жизни, и мне он нравится. Использовать такую тактику. Пошаговый план действий. У меня сегодня вебинар когда закончится? Так, что тут вот я даю вам пошаговый план действий? Прямо заскриньте этот слайд. Сначала вы один раз изучаете маркетинг, составляете список, создаете свою презентацию, это я уже вам говорила, репетируете со своим спонсором. Все это вы делаете один раз. Ну, хотя бы в полгода, да? Один раз вы это делаете, в следующие полгода вы делаете заново, потому что все уже поменялось. Следующее действие назначить встречу, провести презентацию, записать в базу контактов этого человека, с которым вы встречались, и сделать сториз обязательно. Это нужно делать каждый день. Вот. Если вы все это будете делать, вы будете на 100% впереди всей планеты. И вам цены не будет. какие советы? Везде есть возражения, да? Люди начинают возражать. Чего-то боятся, там, страхи у них какие-то или еще что-то. Вот. Все это нужно проработать, все возражения со спонсором проработать, или самостоятельно, или с командой, с партнерами, со периодически у вас происходит повышение компетентности. Поэтому это нужно сделать не один раз, а периодически это делать. Нужно с утра как встали, вы настраиваетесь на работу как на подвиг. Сегодня у меня самый лучший день сегодня. И я сегодня совершу подвиг. Я приглашу человека самого классного в мире человека сегодня или уже пригласила. И сегодня я с ним проведу самую классную встречу, а еще на завтра, на другие дни приглашу еще классных людей, и они будут все в моей команде. Ко мне в команду приходят лучшие партнеры, они рекрутируют лучше, чем я, и стараются, и работают. Все мои партнеры активные, и ко мне приходят только активные люди. Короче, вот такой вот настрой нужно делать обязательно. И не думать о том, что люди плохо говорят, люди отказываются. Когда люди отказываются, говорю, молодец, я получила там 500-ый отказ, юбилейный отказ, 100-ый сделать, все такое. А тут я еще про финансовую грамотность немножко добавила. Не кидайте в проект последние деньги, не берите кредиты, вкладывайте только до аффирмации, вкладывайте, ну аффирмации это настроено на рабочий день тоже как бы помогает, да? Ладно, не спорим. Финансовая грамотность, да, не нужно рисковать там чем-то всем-то, потому что насколько вы сами будете выкладываться на этот рекординг, насколько вам будут помогать партнеры, ваш спонсор, насколько вам будет помогать, это все же взаимосвязано, но никто никому ничего не должен, понимаете? В первую очередь вы сами себе должны призовите себя в армию, так скажем, не разно такое слышали, если вы хотите поменять образ жизни свой, вам нужно приложить усилия, призовите себя в армию, поэтому этот такой вот лозунг мне очень понравился и зашел, но я не хочу говорить сразу в армию, там я женщина, я хочу сказать стань сам себе начальником, сам стань сам себе лидером и поднимай тебе себя работать, когда тебе лень, когда тебе плохо, сделай так, чтобы тебе стало хорошо и работай, возьми себя в руки и вперед, потому что если не взять себя в руки, не стать сам себе лидером, то никогда не изменится ничего в твоей жизни. Так, собрать тысячу отказов, да? Кто уже собрал тысячу отказов? вот, я про автоворонку вам хотела рассказать, это самый эффективный инструмент для рекрутинга, но когда вы уже работаете с людьми как семечки, щелкаете, тогда можно уже вам запускать эту автоворонку. Что тут? Рекламу нужно запустить, да? Кто эту рекламу увидел, кто на нее клюнул, кто кликнул по ней, прошел по ссылке, то эти люди попали в вашу воронку. Дальше они идут по этой воронке и смотрят попали на сайт допустим на ваш посмотрели, на сайте у вас очень там как скажем вкусно, красиво все вы выложили и заманули человека и человек решает, что да, он согласен какой-то процент людей идут дальше вашу воронку продолжают некоторые уже отсеиваются поэтому это называется воронка здесь какой-то процент тоже людей остается дальше прошли вниз посмотрели видеопрезентацию с вами на встрече вы их провели и тоже не все сказали да какие-то люди сказали да самые классные люди сказали да а которые не готовы еще которые чего-то там испугались они сказали нет но они останутся вас наблюдать и вот те которые классные которые сказали да зарегистрировались активировались и начали с вами работать стали вашими партнерами и вам нужно тоже с ними работать нельзя их оставлять нельзя их бросать ни в коем случае вот ну конкретно вот какие действия нужно сделать чтобы воронку создать нужно создать 12 сайтов 12 лендингов так скажем под разные виды целевой аудитории у вас же их не один вид а несколько у вас же большая целевая аудитория и на каждый сегмент мы делаем свою страницу потому что мамочкам декретом не будет интересно то что интересно студентам допустим не будет интересно то что пенсионерам интересно пенсионерам не будет интересно что мамочки делают декрете поэтому и на этом сайте мы с вами или на этой рекламке предлагаем лидмагнит лидмагнит это такая вещь какой-то подарок скачайте чек-лист бесплатно после регистрации нашей группе до часто встречали такой вот но это и называется лид магнит чек-лист основа просто построение бизнеса там или пошаговый план действий что-то такое короче ну конечно это не должно решить всех проблем вашей целевой аудитории иначе они к вам не придут уже решаться проблемы это должно как бы дать пользуем решить что-то но не все потом вы даете рекламу тоже на разные виды аватары и в этой рекламки вы указываете что у вас есть подарок для них если они пойдут на сайт они там могут скачать этот подарок и когда они заходят вам на сайте они жмут на кнопочку оставить свои контактные данные и вы собираете контактные данные и дальше с ними работаете ничего не оставляете ничего не пропускаете быстро быстро всех обрабатываете пока человек горяченький пирожки гречи так ну все спасибо я надеюсь вам был полезен мой вебинар если у вас есть вопросы обязательно пишите в чате будем отвечать если вам нужны какие-то конкретные тизеры там какие-то конкретные описания чего-то что-то более подробно узнать хотите все все спрашивайте так а сейчас мне нужно провести розыгрыш не уходите не убегайте спасибо спасибо благодарю хорошо спасибо я хочу провести розыгрыш да у нас 43 человека так где у меня демонстрация экрана вот ну 44 человека. Ага, спасибо вам за отзывы. Так, мне очень приятно. 44 человека. У меня розыгрыши. Еще не все. 29 получилось. Видно, да? Так, так, так. 29. Так, открываю. Читаем. Алижан 1. Валентина Афанасьева 2. Айгуль 3. 4. Айзада. 5. Айко. 6, 7, 8. Алик Сашина. 8. Альбина 9. 10. 11, 12, 13, 14. Галина Жувагина 14. Гульшат 15. Гульмира 16. Гульшара 17. Дреева Ольга 18. Зарина 19. Ирина 20. Изупова Илеонора 21. Калмакан 22. Лилия 23. Людмила 24. Марагул 25. Марина Хигай 26. Миссерле Галия 27. Надежда Багеева 28. Наталья Лаптева 29. Так, так, так. Да, 29. Наталья Лаптева напишет. Пишите, пожалуйста, свой реферальный, ой, ИД номер, ID свой. Наталья Лаптева, отзовитесь, пожалуйста. Поздравляю! Поздравляю! 15 аргосов! Так. Следующий. 44, да? У нас там не поменялось количество участников. 45. У нас кто-то добавился, что ли? Ну ладно, да, допишем 45. Сгенерировать. Так, 23. Если у нас Наталья была 29, Надежда 28, Насерле Галия 27, Марина Хигай 26, Марагул 25, Людмила 24 и Лилия 23. Лилия, по-моему, уже выигрывала у меня на вебинаре. Я... Я хотела здесь, посмотри, 23. Все правильно, да? Лилия. Просто Лилия. Отзовитесь, пожалуйста. Ты выиграла 10 аргосов, поздравляю. Напиши ID. Напишите свой ID. Наталья и Лилия. Пойди-ка, пожалуйста, я занята пока. Так, 2606. Так, я сейчас зафиксирую сразу. Наталья, тоже напиши. Ага. Молодец. 47, 141. Это 15 аргов. Лилия. 26, 06. 10 аргов. Так. Я рада за вас. Так, я опять не посмотрела, сколько участников у нас стало. Также 45. Оставляем 45. Сгенерировать. 22. Ну что ты. Прям все в одну кучу. Ну ладно, раз так. После ли... Камалкан на Нигазбаева. Камалкан Нигазбаева. Получила 5 аргосов. Напишите, пожалуйста, свой ID. Камалкан. Камалкан. Мама, хотел бы мне посадить на гашок. Камалкан. Гази. Помоги, доченьки. Рианке, помоги. Камалкан. Ответь, пожалуйста, ты здесь? Камалкан. Мама, 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 мама. Фамилию уже забыла. Мама, мама, мама. Не Газбаева. Алло. Мама. Мама, мама, мама. Да, мама. Это мама. Моя мама. Я жду ответа. Здесь, здесь она, да? Какой ID у нее? А что она сама не отвечает? А, ищет, айди. Молодец. Твоя мама. Поздравляю, девочки. А вы в Гермесе уже активировались, да? До 8-го числа нужно активироваться в Гермесе. А еще до 31-го числа выигрывать можно айфон. Кто купит седьмую матрицу в Гермесе? Я жду ID. Я вам благодарна за то, что вы пришли сегодня на вебинар. Очень приятно было с вами работать и распределиться со своими наработками, так скажем. Хорошо, молодцы, Гермесе, это супер. Камалкан, нашла свой номер. Не переживай, не волнуйся, я жду и дождусь. Поздравляю всех с выигрышем. А еще сегодня, знаете, какой день замечательный был? Сегодня пятница. Последняя пятница весны. Йо-ма. Ух ты, поздравляем. 11 человек, призы получили. 3 человека с благотворительного фонда. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, Шолпан. А, за рождение ребеночка? За мамочку. У нас вот получается этот демографическая программа, даже международная в Аргосе. Здорово. Спасибо. Вы знаете, да, Альбина молодец, но и мы все партнеры тоже большие молодцы. Мы работаем, эти деньги мы вносим, мы зарабатываем, мы приглашаем новых партнеров. И эти деньги идут и в благотворительный фонд. И Альбина просто ими грамотно распоряжается. Дает шанс детям, дает шанс больным детям, новорожденным детям. Какой шанс? Не знаю. Просто дает подарки. Так получается. Больным детям шанс на выздоровление. Родителям шанс на надежду дает, да? Но все это работа всего проекта, всех партнеров тоже. Я поэтому хочу вам тоже большое спасибо сказать за ваше доверие, за вашу работу кропотливую. Жду. Айди. 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 Спасибо. Я все думаю, что у меня над головой появляется. Это цветы там стоят. Цветы над головой выглядывают через фон. Конечно, в личку можно скинуть, да? Можно Альбине скинуть, можно администраторам Людмиле, Галине. Кто будет в сети. Ну все, давайте. Спасибо большое вам. Ага. Да уже позднее время, наверное, тоже спать хотят уже, наверное, или кто-то спит уже. Детей укладывают. Ладно. Всем пока. Вы были. Вы были. Угу. 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 Продолжение следует...